привет всем мои хорошие привет у нас вот такой денечек сегодня двадцать три градуса прям хорошо вчера то лил дождик везде просто лил лил и лил а сегодня совсем другое дело красота а у меня сегодня хороший день прям такой сегодня дочки моей 31 год вчера она была вся на нервах что у данте лишай сегодня съездила с ним ветеринарку посмотрели его там проверили какой-то лампой сказали что это не лишай что это у него похоже на экзему я говорю ну вот хрен редьки не слаще вот может стресс отец-то уехал уже постоянно на дверь смотрит ну ладно хоть не заразная вот вот лечить что делать да не ей прислал цветы из болгарии переслал там курьер привез мы ее сквозь и поздравили с утра причем разбудили ее нечего спать день рождения в свой она смеется говорит не хочу быть взрослой говорит я помню кости было 33 года он был такой уже отец троих детей большой руководитель такой весь серьезный здравый она где не хочу такой быть я гну и не будь это ж твоя жизнь как хочешь так и живи она у тебя одна так что вот такие вот дела ну он какие-то тучки-то идут конечно не без этого наверное уже осень начнется он уже на березках листочки желтенькие появляются у нас на севере лето короткое обычно 1 сентября уже заморозки так что все это ненадолго многие растения и не успели расцвести вот такие дела сейчас покажу вам что я вчера делала вечером даже не помню выкладывала или не выкладывала по-моему нет настроение у меня хорошее вчера у меня нога я испугалась что это подагра а это наверное скорее всего то что я ходила в лес в мягких тапках а там же и камни и все и то ли ноги понаворачивала то ли чего сегодня уже легче ну и хорошо бы а несмотря на то что болел этот палец на ноге но я вот сделала вот такой сатуар чик метр 14 длиной пришлось поставить замочек бусин просто больше нету таких ну я хочу сказать он и замок декоративно очень смотрится такое вот это имитация понятно янтаря если были бы из янтаря бусины выпиливать квадратные очень дорого было бы но мне нравится как смотрится они потемнее посветлить бусинки это уже янтарь вот такие вот серьги сделала необычные камушка ну не камушки янтарь это ж не камушки одна задом одна передом а вот этот браслет и вот это колье забирают лариса артамунова вот это женщина меня поражает как она любит украшения и я вот даже когда делала я думала думаю это это прям ларисина точно не успела уйти видео лариса уже пишет у нас сегодня арбуз такой арбуз еще вот такой еще в холодильнике половинки лежат сажу привезли из садика забрали пораньше сейчас он разберется мясо жарится пахнет пахнет ну и как желтый арбуз обычно нет он немножко как дынькой пахнет сижу обалдеваю дань мне там значит пытается вытащить деньги с ютуба ну мало того что у нас с монетизации ее нету практически и получилось так что за эти полтора года я заработала 120 долларов когда было все нормально с монетизацией я столько а то и побольше зарабатывала в месяц то есть практически вторую пенсию и теперь чтобы мне эти деньги вывести половину нужно отдать 50 процентов ну это просто вот идиотизм это называется нам солнце не надо работа давай да нам хлеба не надо нам партия светит как советские времена смеялись вот так вот так мы работаем смех и грех сегодня приехал раньше с работы перила перила делает все у нас завтрашнего дня начинается похолодание видимо лето закончилось зайки мои все там будет 14 градусов хватит блин нагрелись будя надо убрать тут все это дело саша говорит у нас сегодня 33 не 36 не ну это конечно чересчур жара ой я говорю я когда ездила в баку 30 уже получается 32 года назад я четыре раза ездила за год вот я и летом была и осенью ужасно тогда ведь не было кондиционеров то и воду давали раз в сутки вот это был кошмар сейчас то конечно попроще полегче но все равно жарко вот у нее день рождения она поехала на рынок в жару да я бы ничего саша скоро очень она готова осень тут ноябре а даня вот в болгарии он говорит болгарии легче переносится ну там и бывает тоже конечно за 30 но полегче хотя в софии моря нет я вот не была в софии я во многих городах болгарии была в софии не было потому что ехать далеко 500 километров от варны по их меркам это очень далеко это конечно не россия матушка но все равно ну хотя если или входит электрички скоростные не знаю вот надо узнать я же надеюсь что я в болгарию то поеду надеюсь кстати надо паспорт сходить за гран второй открыть на всякий случай я вам все секреты выбалтываю вот блин раздолбайка но что правда идет работник так что я надеюсь что я вам еще и болгарию покажу я люблю болгарию я хоть уже девять лет назад там была последний раз но у меня нет там раздолбайство много много советского причем не советского а сапкового но не знаю мне там нравилось а может поэтому и нравилось там чувствуешь себя как дом какой вкусный виноград сладкий нельзя же твою мать ну я три штучки только это у нас дедушка который постоянно валяется на диване устраивает бордель и смотрит телевизор завтра уже будет холодно а ты гулял бы и гулял бы для чего тебе купили этот батут прыгать вот для чего скажи зайчик то мой у него вот видите у него пульт к рукам прирос и никуда не выгнать сидит дома на улице солнышко красота да а он сидит дома я хочу сказать когда батут мокрый я туда не захожу взять полотенчик и вытереть я не хочу ну вот так и скажи дедушка дедуленька старенький валяется на диване пищи пыхтит я напугал ежа голой задницей господи не выгнать на улицу что за дети телевизор компьютер а это блин что за поколения я решила тоже делом заняться носки одиночки поразбирать может найдется что-нибудь эти вот носки жалко bugatti куда они исчезают дорогущие блин ну откуда не могли исчезнуть вот три пары носок по 500 рублей носки ну блин так ну ладно немножко нашла все равно не уменьшаться постоянно такая история у них строительство период закончилась кровопролитием не знаю чем этим ли чем ему закрутила джинсы расфигачила ногу выше колена кровища сам весь белый в поту белый господи так ведь не дает же ничего делать никому мы стоим с таней вокруг кто с бинтами кто с перекись а он сам все это дело ой сашка зашел испугался не едет я грыз съездите но зашьют нет и все что мои дорогие еще один лайфхак вам чем можно шлифануть золото серебро вот такие вот элементы сначала зубной пастой а потом можно еще губной помады намазали и трем если видите что надо еще то еще раз намазали и потерли вот видите она прямо чернота на шалфетке остается так вот трете вам то наверно не видно разницу мне вот видно уж не знаю что в помаде там есть такое видите чернота как но это я узнала ювелира так что что-то в этом есть а золото но я вот не ношу золото я бы вам показала просто вообще сияет как новое бывают какие-то пятна на золото темные сначала зубной пасточкой а потом помадкой но прям у девчонки видно огромная разница не не благодарите пользуйтесь я нервничаю чтоб чем-то отвлечься занимаюсь всяким таким ну вот время 8 вечера все все угомонились лежат смотрят телевизор раненые и перенервничавшие господи вот так и живем как все люди саша там день рождения справляют друзьями пусть справляет 31 год такое время замечательное я бы не хотела вернуться в 31 год нет мне бы вот пятьдесят ба мне бы хватило но ничего назад не повернуть так что будем довольствоваться тем что есть ой завтра надо в город ехать я лекарства не купила прошлый раз когда ездила купила но не все и сигареты у меня кончаются фикс прайс фикс прайс бы надо сходить пора да когда живешь в городе этого не замечаешь чего вышел да пошел а тут надо соображать списочек писать не каждый же день ездишь то получается пару раз в неделю а то и раз в неделю так что надо сейчас подготовиться а и на почту надо еще заехать ларисе отправить ну ладно вроде успокоились все господи жалко же сыночек а сыночек то он же что он же серьезный взрослый мужик что вы вот это а что мы мы переживаем что мы ну вам что объяснять вы сами все мамы и бабушки знаете что такое а когда кровь влется по ногам хочешь не хочешь заквахчишь как курица и руки трястись начинают и все вот это ох эти дети бля хомух ой ладно рыбоньки мои буду с вами прощаться уже надеюсь больше ничего не случится пойду выписываю таблеточку я их на ночь пью подготовлюсь к завтрашнему дню что-нибудь еще поделаю да и спать буду ложиться я теперь раньше спать ложусь и сплю прям сама не нарадуюсь так что давайте мои дорогие берегите себя берегите своих близких которых он попробовал и береги не болейте вообще пусть все будет хорошо понятно что это сложно но очень хочется правда давайте пока до завтра мои хорошие пока 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 я